Написал, что он нашел свое пристанище там, где искал. И далее, внимание. «Умаров никогда не был воином», написал Кадыров. «Он был специалистом по взятию на себя всего, что происходило в мире. В этом он превзошел и Салмана Радуева». «Хайбах, кадыровцы, вы, вставьте вместо точек самые грязные слова, которые вы знаете. Я сам написал бы, Томсо не пропустит. Хайбах, спасибо, что ты не написал. Не надо. Пусть они сами вставят туда эти слова». Тут на днях Сладков брал интервью у полковника ФСБ России, героя России. Ветерана Российско-Чеченской войны, Второй Российско-Чеченской войны. Александр Копылов, его фамилия. И меня заинтересовало. Я полностью посмотрел все это интервью. Было интересно, реально. И я выложил у себя в Телеграм-канале небольшую вырезку. Я хочу эту вырезку вам здесь тоже показать. Посмотрите, как этот человек отзывается о наших воинах, о нашем сопротивлении и непосредственно о доке Умарове. «Я заканчивал лестехнический институт. А факультет какой? Лесное хозяйство. И встречаюсь со своими однокурсниками. Саня, ну где ты работаешь? Я говорю, я до сих пор по профилю в лесу». У меня была такая вот дежурная шутка. Но тем не менее, это все так. Я лес люблю. В лесу себя чувствую и вообще на дикой природе, как дома. И пытался научить это своих ребят. Соответственно, очень много учился у самих боевиков. У меня была возможность пообщаться. То есть я работал там с агентами. И мне было интересно с ними общаться, как они, что. И в принципе я понимал, что они мыслят точно так же, как я. Я очень дорого бы отдал, чтобы встретиться и поговорить с Доком Умаровым. Потому что Доком Умаров столько лет он водил за нас федеральные войска, федеральные силы. И величайший опыт был. К сожалению, не получилось этого. Но я думаю, нам бы было о чем поговорить. И было бы очень полезно. Ты с уважением рассказываешься о противнике. Естественно. Люди, которые... Там идеологическая надстройка – это одно. Я не в коем... Не то, что ни в коем. Я вообще категорически не принимаю этого всего. А вот именно с точки зрения выживания я очень уважительно о них отзываюсь. Потому что... И я говорю, мне вот интересно эти люди, с ними пообщаться. Потому что этот опыт дорогого стоит. И его можно использовать в работе. Вот так с уважением о Доке Умарове и в целом о воинах нашего сопротивления высказывается наш враг, полковник ФСБ и герой России Александр Коплов. Но в то же время другой герой России генерал-майор МВД Рамзан Кадыров, более известный в народе как Люля Кафыров, как же он отзывался о Доке Умарове? В 2014 году он опубликовал фотографию мертвого Доке Умарова, подготовленного к захоронению, и написал пост к этой фотографии. «Я ранее заявил, что Доке Умаров уничтожен в ходе проведения спецопераций, но представители различных силовых ведомств и СМИ поспешили поставить эту информацию под сомнение. Они говорили, что нет трупа. У нас же имелись неопровержимые доказательства его уничтожения. Позже факт смерти был официально признан. Теперь же для тех, кто хотел бы верить в то, что эта крыса еще жива, мы можем показать ее после смерти», написал тогда Кадыров. Написал, что он нашел свое пристанище там, где искал. И далее, внимание. «Умаров никогда не был воином», написал Кадыров. «Он был специалистом по взятию на себя всего, что происходило в мире. В этом он превзошел и Салмана Радуева». Удивительно, да? Насколько, какая разница между реальным, вот в чем вообще, где проходит эта грань разницы между врагом и предателем. Дело в том, что среди врагов есть те, кого можно уважать, ненавидеть, но уважать. То есть ты можешь с ним враждовать, при этом относиться к нему с уважением, к его опыту, к знаниям, к достоинству, к смелости, храбрости. Но при этом ты его ненавидишь все равно, так как он твой враг. Вы с ним сражаетесь, вы убиваете друг друга. Ненависть к нему присутствует, но эта ненависть, она идет параллельно с уважением. Ты не приемлешь его убеждения, как вот сказал этот Копылов, надстройка, ты это не приемлешь. Но какие-то качества, достойные качества, которые есть в этом твоем враге, ты их уважаешь. И среди них же есть и те, кого ты не уважаешь. То есть отвратительные представители среди врагов тоже есть. Как, например, посмотрите, вот, допустим, вот этого Копылова, как он разговаривает, как он отзывается о наших воинах. И вспомните, как, например, отзывался шаманов, когда наши амиры, наши генералы пошли вперед по минному полю, вперед своих воинов и вперед военнопленных российских, когда они жертвовали своими жизнями и своими конечностями, подрываясь на минах. Об этом шаманов сказал, что они не только оказались баранами, но еще и козлами, мол, побежали вперед своих солдат. Он даже своим омерзительным вот этим мозгом, мозгом ничтожества, он даже не понял то, что там произошло. Он даже, он и не мог это понять, ему это не дано. Он не представляет себе, каково это, пойти вперед со своих солдат по минному полю. Он этого не знает, так как это чисто такой штабной, да, генерал, который сидит постоянно где-то в штабе и оттуда отдает команды, отправляет российских солдат насмерть. Это совершенно другой уровень. Поэтому он даже не понял то, что тогда произошло при выходе из Грозного. То есть враги, вот среди них может быть две вот этих категорий. А среди предателей не может быть, там только одна. Там вот эти люди, такие как Кадыров. Посмотрите, как он разговаривает. Если так подумать, хотя бы чисто из каких-то даже националистических убеждений, ими хотя бы понимая, что это человек из твоего народа, он не должен был так говорить. Он должен был более как-то сдержаннее высказываться, как-то нейтрально. Но нет, именно этот всячески их поливает, ставит под сомнение боевой опыт Умарова. хотя этот ни одну ночь не провел в лесу, ни в одном боестолкновении с Умаровым этот человек не был. Вот тот, кто это написал, я говорю про Рамзана Кадырова. А тот был, тот неделями в лесу находился, участвовал в этих спецоперациях, боестолкновениях, убивал и гибли люди, подчиненные ему. Этот оценивает их по достоинству. Он говорит, что это очень опытные ребята. Он говорит, док Умаров водил за нас все наши спецслужбы столько лет в этом лесу, в чеченском лесу. Они не могли его найти. Он дает ему должное, его опыту. А вот российский генерал Кадыров предатель, который по идее из этого, из нашего же народа гораздо сдержаннее, который должен был высказаться, пусть даже не респектовать, но хотя бы сдержаннее высказаться. Он называет его крысой и говорит, что он там не был воином. Это еще раз напоминание о том, что среди предателей не может быть вот человека, которого можно было бы уважать. Не может быть ни его опыт, ничего. Невозможно этого человека уважать. И от него ждать какой-то какого-то достойного разговора, какого-то отношения, от него ждать тоже не приходится. Это предатель. Это вот самое низшее, что может быть. Поэтому он таким образом высказывается. Ну все, предположим, Кадыров восстал против России и за Ичкерию пойдешь воевать с ним оба против мощной России. Нет, Ренат, никогда не пойду. Он никогда не восстанет против России, но даже если бы он что-то подобное сделал, я бы с ним никуда не пошел. предавший раз предаст еще раз. А про Сладкова что скажешь? Скажу то же самое. Сладков это он как военный корреспондент, его тоже можно воспринимать как вражеского журналиста. Это как бы человек с той стороны. Но несмотря на это вы можете заметить, что Сладков например, когда рассказывает про Хамзата Гилаева. Посмотрите как он отдает должное Хамзату. Он показывает его путь, как он проделывал, отдает должное его опыту. Возвращаясь к этим моментам, вы очень легко можете посмотреть эту разницу между предателями и врагами. Враги они и мы можем относиться к ним с уважением, чему-то у них даже учиться каким-то боевым фишкам, которые они используют. И они могут точно так же в ответ учиться у нас, относиться с уважением друг к другу. И так было всегда. Посмотрите там значит войну Салахуддина аль-Айуби, когда кто там ему противостоял, сейчас не помню, этот король с проказой, когда у него там что-то с конем случилось, то ли он заболел, умер, то ли он сломал ноги, не помню, что это было, Салахуддин аль-Айуби дал, подарил ему коня, или даже нескольких коней, я не помню. То есть такие бывают, враги друг с другом сражаются, но при этом какие-то бывают, даже другу презенты делают, то есть это такое отношение к врагу, достойное отношение к врагу. оно может быть и это нормально, но с предателями никогда такого не бывает и быть не может, и это ненормально, если такое происходит с предателем, это ненормально. Но ответь, как долго ты будешь критиковать Кадырова? Денис Аронов, сколько надо, столько и будем, сколько он будет беспределить, столько мы будем его критиковать. Продолжение следует...